Рисунок, прорезь подлинники, золочение, красочный слой, прорези, снятие прорези или перевода. Заключается в следующем, надо выбрать несложную старую икону небольшого размера, вполне ясную, легко читаемую и в рисунке, и в живописи приготовленная доска должна подходить к ней по размеру, поэтому целесообразнее сперва выбрать икону, а тогда уже готовить доску, затем сухой пигмент черной краски сженой кости. Сажи хорошо растереть пальцем на чесночном соке или на меду в деревянной ложке, после этого желтком, приготовленным с квасом, протирают всю поверхность старой иконы, когда желток просохнет. Приготовленной краской прописывают все контуры и линии иконы, краска ложиться не будет. Если икона желтком не протерта, кисточка должна быть среднего или малого размера, и, работая ею, следует соблюдать толщину линий оригинала, когда рисунок просохнет. Берут чистый лист белой бумаги, на икону, придувают, согревают дыханием, что вызывает у нанесенного рисунка способность липнуть, прикрывают бумагой, еще несколько придувают под бумагу и прижимают ее к иконе, притирая сверху ладонью. На листе отпечатывается прописанный контур в обратную сторону, это и будет перевод от слова перевести или прорезь. От слова прорисовать перевод удается лучше, если связующего меда, чеснока, сусло будет взято несколько больше, чем краски, то есть если краска будет составлена жиже и растерта без малейших крупинок после снятия прорези икону-образец. Надо протереть раза два-три увлажненной ватой или губкой. Чтобы снять желток и красочный контур, имея в руках снятую прорезь, необходимо перевести ее на кальку, прописав опять той же краской прорезь на кальке, готовую к переводу, аккуратно накладывают на доску, придувают под кальку и осторожно прижимают, следя за тем, чтобы не было перекосов, когда рисунок отпечатался на левкосе, прорезь снимают этот способ перевода называется переводом на отлип. Очень распространен в иконописных мастерских был другой способ, заключается он в следующем, карандашную кальку, снятую с прорези, кладут на два-три листка белой бумаги, под которую подкладывают мягкую ровную плоскость по контуру рисунка, делают частые мелкие проколы. Затем кальку закрепляют на готовой доске и тампоном из вдвое сложенной морли с порошком черной краски пристукивают. Всю поверхность порошок просеивается через отверстие проколов, оставляя на левкосе пунктирный след рисунка, после этого тушью или черной краской при помощи кисти прорисовывают. Все линии, намеченные точками порошка, такой способ называется переводом на припорх. Снять рисунок с иконы можно сразу на кальку на просвет. Прозрачность кальки предварительно можно увеличить, промаслив ее с обеих сторон олифой или растительным маслом и хорошо просушив. Но при таком методе отдельные места останутся неясными, на промасленной кальке карандаш ложится свободно, но, чтобы краска легла на такую кальку, ее нужно протереть или срезанной долькой чеснока. Или слегка резинкой переводить рисунок с такой кальки можно или на отлип, прописав ее с обратной стороны, или через копировальную бумагу твердым карандашом, предварительно закрепив правильно наложенную кальку кнопками по продольным обрезам доски во избежание перекосов. Копировальную бумагу можно изготовить самостоятельно, ровно зачернив лист кальки мягким или угольным карандашом можно воспользоваться черной копировальной бумагой. Фабричного производства, но ни в коем случае нельзя употреблять фиолетовую и синюю бумагу ввиду способности химической краски. Расплываться при соприкосновении с водой переведенной через копирку рисунок следует сверить с оригиналом. Выправить сначала карандашом, убрать лишнюю черноту и ошибочные линии и прописать тушью. Ошибки и загрязнения нельзя убирать сливка со резинкой. Она размазывает карандаш, обычно то и другое снимают порошком растортой сухой пемзы при помощи пальца иногда. Это удается сделать чернильной резинкой кальки переведенных икон следует хранить, как они хранились и в древнее время. Из них впоследствии составится собрание переводов, очень ценный и необходимый в работе материал. Прописать рисунок на доске не краской, а тушью выгоднее в том отношении, что если в следующем этапе работы придется счистить ошибочно взятый красочный слой, то рисунок тушью уцелеет, а сделанный краской счистится при всех описанных способах переводов в тех местах, где должны лечь темные тона. В целях сохранения линии можно навести графью, то есть сделать прорезь иглой графья не должна быть глубоко врезанной в левказ, это говорит о неопытности мастера. Если же случится слишком глубоко взять иглой, царапину надо залить желтком с краской на древних иконах, графья часто отсутствует или наблюдается только по нимбам и линиям, граничащим с золотым фоном. Так как красочный контур теряется под плотным слоем золота, иногда графили контуры крупных красочных плоскостей. Конца 15 века графья встречается чаще, иногда как рисунок всего изображения в 16 веке. Еще чаще в 17 веке графья присутствуют почти повсеместно в очень развитом виде на древних византийских. Иконах графья отсутствуют совершенно на итальянских и италокритских иконах, графья заметны почти всегда.